Звёздное небо над головой Под теплым дождём, под огнём бересклета Я вдыхала каём негу жгучую лето У реки лопухи укрывали от зноя И цвело у реки разнотравье земное Слово поэта, как однажды сказал Александр Блок, взвешивается на более чутких весах Так как обладает силой света Сегодня в программе мы поговорим о поэзии с поэтом Поклонникам творчества Бродского, Заболоцкого, Цветаевой и Тарковского Человекам, несомненно, образованным в самом глубинном понимании этого слова Высшая форма человеческой речи Это изящная словесность поэзии Отсюда понятно, что родовой целью человека, как говорил сам ещё Иосиф Бродский И является поэзия Это очень интересное высказывание, поскольку Эстетическое начало в человеке, оно первичнее Существует три метода познания мира Аналитический, интуитивный и так называемый метод провидения Поэт оперирует всеми тремя этими методами познания А ведь пишущие стихи никогда не знают, что он напишет наперёд Если это действительные стихи исходят из души поэта То он этого знать не может Поэтому оно заводит человека куда-то очень далеко Ты попадаешь в какой-то новый мир, новый мир реалий Поэзия и стихотворение – это мощнейший катализатор, ускоритель человеческого сознания В своём творчестве поэт выворачивает себя наизнанку и представляет слушателю Вот смотрите, у Заболоцкого, типичного представителя натур философского течения поэзии Есть такие строки «Два мира есть у человека, один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил, несоответствие огромный» Поэзия – это не пустая забава, как писал Тарковский А серьёзное дело, которым следствием этого дела, как правило, зачастую бывает ранее физическая смерть и духовная бессмерть Великий актёр, режиссёр, публицист и поэт Леонид Филатов однажды сказал Работать в искусстве – значит работать сердцем Следовательно, и мозоли будут на сердце Мы пришли в этот мир, но пришли Жизнь дарована людям, как чудо Неизвестно, зачем и откуда Что в пути обрелось, мы нашли И другие, что раньше ушли Неизвестно, зачем и откуда Мы пришли в этот мир, но пришли А если ещё принять во внимание два постулата По Одину – это время боготворит речь А по Тарковскому – это поэту ста пространства То есть время и пространство, между ними поэзия, поэт То несложно сделать вывод вслед за Георгием Ивановым Что цель поэта – создание крупиц вечности путём отказа от всего мимолетного, суетного Порой ценой и самой жизни Молитвой лицемера Прости, мой Боже, но лицемерие и вера одно и то же Порою человек бывает приятен с виду А молвив слово заставляет глотать обиду Твердить без веры Божье имя и лгать о Боге Нам с лицемерами такими не по дороге Современны ли эти слова? Для меня однозначно они современны А ведь это стихотворение написано Арабским поэтом Абу Аль Алла Аль Маари Жившим на рубеже и творившим Десятых и одиннадцатых веков Ровно тысячу лет тому назад Творчество великих умов тонны проглоченной литературы Вывело поэта к новым вершинам Начав писать в детстве Николай Серов не изменял поэтическому призванию на протяжении всей жизни Причем долгое время он не публиковал свои стихи Будучи перфекционистом, стремясь к совершенству, писал в стол Я писал всю жизнь Я пишу с восьмилетнего возраста Вначале, наверное, я был приверженцем более натуру, философскому направлению Почему-то все было не искусственно, а естественным образом возникало во мне Это, естественно, Заболоцкий Затем ко мне пришли и другие мэтры, другие предтечи Это Тарковский, который поднял животворное знамя поэзии И призвал поэзию вернуться к животворящим земным истокам В настоящее время я даже более, как бы, может быть, акмеистическое направление приемлю Годы отточенного мастерства и поэт-акмеист Николай Серов провозглашает материальность Предметность тематики и образов, точность слова Это неправда, что некоторые классики стали просто поэтами Благодаря тому, что просто писали, отражали мир, тот, который видели, знали Обязательно нужно самообразовываться Потому что иначе просто вы, во-первых, никаким образом не войдете в литературу Не дойдете до читателя То, что касается меня, я очень рано прошел в свои лингвистические университеты Дело в том, что у меня судьба сложилась так, что мой отец был литератором Он был филологом по образованию, преподавал русский язык и литературу Работал директорами адашкол В юности он также трудился в редакции газеты Писал стихи в юности Позже он писал эссе Более того, я скажу, что мой дедушка Дмитрий Прохович То есть отец моего отца В 1937-м заполученном году Когда погиб Киров Помните, да, историю Значит, он был осужден по статье злополучной, злопамятной 58.10 Антисоветской агитации За что вы думали? За чтение, декламацию стихов Может быть, исполнить частушку о гибели Кирова И указал на того, кто действительно в этом виновен Николай Серов генетически был предрасположен к творчеству Кроме этого, все окружающее сопутствовало развитию поэтического таланта Жил я в прекрасных местах Это Котра, это Озера Детство так проходило Ну и третье Я в семье царила обстановка познания Культообразования Четвертое Получилось так, что я использовал себе потенциал, который у меня был Для того, чтобы рано читать Рано узнавать этот мир Рано образовываться Потому что в ту пору, допустим, когда отец работал директором Уже вечерней школы Вся литература приходила к нам домой непосредственно Днем я все это перелопачил, будучи молодым К сожалению, отец начал очень рано терять зрение И преподавая в школе литературу язык Он старался поддержать нас, малых Поэтому я очень рано начал проверять сочинения Будучи десятилетним мальчишкой, Николай Серов проверял сочинения десятиклассников Я совсем молодым В возрасте девятнадцати лет Официально решился возможности Быть в литературе, творить Я попал под запрет на профессии Я не мог влажать высшее образование Закончив школу с золотой медалью Это были тяжелые рекоменда борьбы с инакомыслием Конец 70-х, начало 80-х годов Сажарные стихи мои пошли не туда, куда должны были пойти В континент В Лондон Не было ничего там криминального Но этого было достаточно Власть и мощи Но борьба зачастую является лишь катализатором для творчества Мы не ориентируемся на какого-то определенного читателя Поэзия вечно Франсуа Вилон, поэт В пятнадцатом веке Писал для парижского сброда А мы сейчас находим его стихи прелестные Для кого же он писал, Франсуа Вилон? Для них, для нас Для вечности он писал Он был и остался Непризнанный в тот пору Очень важно, чтобы поэт Оставался только двойником своих стихов Найдешь и у пророка слово Но слово лучше у немого И ярче краски У слепца Когда отыскан угол зрения И ты при вспышке озарения Собой угадан до конца Эти слова принадлежат Эти слова принадлежат моему учителю Арсению Тарковскому Стихотворение ведь Это как письмо в запечатанной бутылке Закупоренной, которая плывет По волнам океана после кораблек решения Неизвестно, какому оно Таинственному адресату попадет, да? Вот так и стихи О вечности неважно, на каком языке Пишет поэт Дайте мальчиной мовы Зазвенеть, як той пушцы Отхилите от сковы Свое сердце и души Мы ж в великого роду Наше слово, як прозер Дайте мову народу И в очам ясный позер Отхилите все беды Сбите с магу Голодным Не одним Только Глебом А наиберш Словом Родным В 2006 году вышел в свет сборник стихов «Синий сон» Оформление книги – классический твердый переплет Семно-синего цвета С таинственным рисунком, коллажем Прекрасная женщина, стремящаяся к полету На фоне планеты и всей вселенной Готовят читателей к соприкосновению с миром поэзии Книга оформлена так, что хочется подержать в руках именно ее печатный вариант Автор надеется, что время гаджетов не позволит читателю лишиться удовольствия Держать в руках качественно оформленную книгу Как гениально сказал Бродский Главное преступление, совершаемое против литературы Это не сжигание на кострах инквизиции книг А зачастую их авторов Это не преследование поэтов Главное преступление против литературы Это не чтение И если здесь речь идет об индивидууме То это отразится, обязательно обернется его судьбой А если же мы говорим о нечитающей нации То это отразится на ее истории Оригинальность образов, кажущаяся простота, скрывающая интеллектуальную глубину В поэзии Николая Серова Особенность его творчества – это сочетание формы и содержания Яркий пример – сборник триолетов Твердая стихотворная форма не ограничила полет мысли автора А лишь позволила лаконично высказать самую суть Пойду по брожу по свету Послушаю нем камней Их говора нет родней Пойду по брожу по свету И клекот летящих в лету Последних моих журавлей Пойду по брожу по свету Послушаю нем камней Любовь к строгим формам, которые не позволяют растекаться мыслью по древу Где каждое слово специально подобрано А каждый образ – квинтэссенция образов Вдохновила автора на создание уникального в своем роде сборника сонетов Шесть лет тому назад была написана вот эта книга «Венок венков сонетов» С общим названием «Венец природы» И вы знаете, я отложил ее недолго в сторонку Года два ушло на сознание того, что я не публиковал Не пускал свет Ишло сознание того, что эта книга Станет еще одним звеном в новой цепи Таких же книг «Венков венков сонетов» Которые в будущем должны замкнуться на себя В новой большой венок «Венков венков сонетов» Кроме формы и содержания стихотворения Автор, как и прежде, уделил внимание дизайнерскому оформлению книги Подход у меня вообще к изданию книг Такой, что книга должна быть концептуальной Она должна нести в себе и эстетическое большое начало Чтобы, взяв ее в руки, можно было, естественно, понимать, что это искусство Поэтому еще приблизительно полтора года ушло на Оформление этой книги, поиск концепции Понимаю, что эта книга, это книга будущего творения всей моей жизни Жить, идти вперед, творить, насколько меня хватит Вопрос времени, но дорогу осилит идущий Серов написал об Андрее Тарковском Мы должны дорасти, дострадать до высокости этого поэта Ибо он снизойти неволен Кажется, так можно сказать и о поэзии самого Николая Серова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok